Киберудар по агентству интернет-исследований в Санкт-Петербурге был частью первой кампании против России, призванной помешать ее попыткам вмешаться в выборы в США. Они фактически отправили в офлайн агентство интернет-исследований, цитирует Washington Post-источник, знакомый с проведенной операцией. Александр Краутер из Американского института национальной стратегии отмечает, что проведение подобной операции не является чем-то необычным. В законе о бюджетных осигнованиях на национальную оборону на 2019 год говорится, что если четыре страны – Россия, Китай, Иран, Северная Корея – проводят кампанию против правительства США или граждан Соединенных Штатов в киберпространстве, то министр обороны США может предпринять ряд шагов для защиты Америки. Сбои в работе агентства интернет-исследований произошли в тот момент, когда в ноябре 2018 года американцы пришли на избирательные участки и примерно через день после подсчета голосов. По информации Washington Post, блокировка была настолько разочаровывающей для сотрудников агентства интернет-исследований, что они жаловались своим системным администраторам на нарушение работы. «Еще в октябре прошлого года сообщалось, что киберкомандование США отправляло личные сообщения сотрудникам российских спецслужб, что мы следим за ними и знаем, что они проводят операции против Соединенных Штатов. Ситуация накалялась, и то, что мы увидели – логический ответ на действия России в киберпространстве. На протяжении многих лет мы защищались, но иногда приходится и наносить удар в ответ». Согласно закону, приказ на проведение операции против российской фабрики троллей министру обороны США, на тот момент им был Джим Мэттис, отдал президент Трамп. «Операции США в киберпространстве являются частью интегрированного подхода к национальной обороне. Точно так же, как и участие американского авианосца в учениях «Единый трезубец-2018» в Европе, как и размещение американских войск под флагом НАТО в Польше, как и введение санкций за действия России в Украине. Это всё – часть системного подхода, который является ответом на поведение Москвы». По мнению эксперта, Россия будет и дальше проводить операции в киберпространстве против стран Запада. США, в свою очередь, будут отвечать на подобное поведение России. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.